Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вперед, решайте 5 секунд, кто какую тему готов на себя взять. Вот очень быстро все решили, ну все-таки профессионалы. Некоторые 3 года в клубе, 4, некоторые просто с пеленок из роддома принесли, в кулечке к нам в клуб. Ну вот такие звезды, чемпионы страны в разных категориях, чемпионы больших международных турниров. Если бы я стал рассказывать о заслугах этих ребят, то нам пришлось снимать другую передачу под названием «Добрый вечер, Гомель» с участием клуба «Белая рысь». Ну, посмотрим, это дело будущего. Итак, внимание, дуэль игра. Начнем с азов. Настя, кто у вас уже выучил первую букву алфавита? Первую букву алфавита у нас выучила Лена. Леночка, да? Ой, хорошо. А у нас это Даша выучила. Итак, Лена против Даши, вперед! Итак, внимание, с этой буквы начиналась старая русская азбука. Аз. Аз – это правильный ответ. Аз – это А, Б – это буки, поэтому и называется азбука. Продолжаем. Как и Европа, она – субконтинент. Даша? Америка. Америка, ничего себе, субконтинент. Леночка? Азия. Азия, разумеется, субконтинент. А Америка – это два континента. Даша, северная и южная, теперь ты это знаешь. Играем. Двое из трех мушкетеров носили имена на букву А, а именно… Даша? Атос и Арамис. Это правильный ответ. Играем. Это последний месяц школьных каникул. Август. Август. Шли он закончился уже. Так называется перерыв в театральном спектакле. Даша? Антракт. Антракт, это правильно. Ну что ж, перед антрактом маленьким между боями, счет у нас 25-15. Тигры впереди. Следующий бой. Тема – спорт. Настя, кто у вас, если не телом, то мозгами спортивен? Это Александр. Александр. Саша идет на спорт. Родион у вас? У нас идет Даник на спорт. Итак, Саша против Даниила. Вперед! Легенда гласит, что именно этот герой отмерил длину Олимпийского стадиона, естественно, в Олимпии. Саша Фальстарт, за этим очень строго следишь, электронный судья. Даниил? Зевс. Зевс. Ничего себе герой. Зевс был богом, Даниил. А Саша что хотел ответить? Геракл. Геракл, вот был бы я плохой ведущий, я бы засчитал вам пять очков, но правило есть правило, и у вас был Фальстарт. Саша, следите за кнопкой. Внимание. Название этого зимнего вида спорта переводится как «двойное соревнование». Двоеборье. Что, чтобы переводить «двоеборье»? Так все понятно. Саша, будете говорить? Не знаю. Не знаете. А вот сейчас как по-гречески «два»? «Би». «Би»? «Атлон». «Биатлон». Вот и все, играем дальше. В этой азиатской стране была последняя пока зимняя олимпиада. «В Южной Корее». В Южной Корее, конечно же, по-другому я бы вас просто не принял. Команды, команды в этом виде спорта, который очень любит российский президент, подают на японском языке. «Да». «Дзюдо». «Дзюдо». Это правильный ответ. «Да». Ну и заканчиваем тему, заканчиваем бой. А это любимый вид спорта нашего президента. «Хоккей». «Хоккей, конечно же». Итак, тигры так рванули. 40-15 в их пользу, но это даже не начало игры, только так, первое столкновение. Следующий мы играем. Итак, 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 рыси. Настя загрустила, так загрустила после первых неудач. Ничего страшного. Настя, тема третьего боя «Луна». Лунатики есть в команде? Это Михаил. Миша логической походкой сейчас отправится к стойке. Родион, у вас? Конечно же, это Ваня. Итак, Михаил против Ивана. Вперед! Луна, Николай Носов отправил на Луну этого своего героя. Миша? Незнайку. И это правильный ответ. Для тема боя «Луна» так называются несколько развлекательных аттракционов, которые собраны в одном месте. Михаил? Луна. Все? Тишина? Лунное кольцо. Лунное кольцо. Иван? Лунопарк. Лунопарк, конечно. У римлян богиня Луны Диана. А у грека? Иван? Артемида. Артемида не согласен с вами. Прошу вас. Миша? Тише, тихо, тихо. Селена. 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 Теперь вы это знаете. Играем дальше. Он назвал свою 14-ю сонату лунной. Композитор? Бетхловин. Браво! Их научное название сомнамбулы. Иван? Лунатики. Лунатики, да. Бродящих по ночам в простонародье называют лунатиками. Хотя луна совершенно ни при чем. Итак, Миша немножко сократил. Разрыв в счете 50-25. Тигры впереди. У нас следующий бой. Вперед! Настя, придется кого-то послать в лес. Ну, не за подснежниками, а за очками. Потерянные в лесу очки. Настя, кто идет? В лес пойду я. Итак, Настя отправляется в лес с корзинкой, с пирожками, с горшочком масла, с электрошокером от серого волка. А кто в команде у Родиона? Я серый волк. Хорошо. Итак, красная шапочка Настя против серого волка Родиона. Вперед в лес! Играем. Это животное смотрит в лес, как его не корми. Настя? Это волк. Волк? Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Браво, Настя! Отлично. Она родилась и росла в лесу. Пока мужичок на дровеньках не приехал. Родион? Дюймовочка. Дюймовочка? Отлично. Настя? Смею предположить, что это елка. Елка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Мы сейчас знаем новые варианты известной песни. В лесу была дюймовочка, в лесу она росла. Хорошо. Приехал мужичок. Срубил он на дюймовочку под самый корешок. Прекрасно. Главное креативно. Играем дальше. Именно он является покровителем леса у славян. Арден? Это же бог. У вас слишком глубокие знания. Настя? Возможно, это леший. Леший. Это правильный ответ. Великолепно. Настя стремительно сокращает разрыв. Играем. Так называют лес сибиряки. Вот мы вышли, у нас лес. Арден? Тундра. Тундра. То есть сибиряк вышел из дому. Опа, тундра. Ёшкин кот. Так, Настя, как называют сибиряки лес? Лес. Лес. Хорошо, хорошо. Вполне могло быть. А сибиряки называют свой лес тайга. Тайга, это правильный ответ. Играем. Почти 40% территории этой европейской страны заняты лесами. Родион? Это республика Беларусь. Ну, наконец-то, Родион дошел до правильного ответа. И вот Настя, как капитан, вышла. И разрыв сократила буквально до 15 очков. 55% у тигров, 40% у рысей. Следующий бой. Ну что ж, все цвета радуги. Последний бой дуэль игры. И у нас, по-моему, кто остался? У нас осталась Даша. Даша у нас осталась. А у Родиона? А у нас остался Максим. Итак, от рысей Даша, от тигров Максим. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, все цвета радуги. Этого цвета был стяг Союза Советских Социалистических Республик. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу, Макс. Красного. Красного, да. Красное знамя у нас было. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот этот цвет обязателен, ну просто обязателен на флаги Исламских государств. АПЛОДИСМЕНТЫ Даша? Зеленый. Зеленый, конечно. Цвет знамени пророка. АПЛОДИСМЕНТЫ Длина волны отлучения короче у красного цвета или у фиолетового? Да. У красного. Это неверный ответ. Даша. У фиолетового? Она знала. Великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ А у красного больше длина волны. Играем. Теперь вы это знаете. Этот континент обозначает черное кольцо на олимпийской эмблеме. Макс? Африка. Африка, конечно. Черный континент. И заканчиваем. Эти два цвета одновременно горят на светофоре, предупреждая, что движение будет вот-вот разрешено. Два цвета на светофоре, да? Желтый и зеленый? Не видел никогда. За рулем я уже сколько лет. Макс? Желтый и красный. Желтый и красный, конечно, для водителей. Вот-вот зажжется зеленый, это означает. Просела немножко Даша. Даша, пять очков она подарила тиграм. Семьдесят пятьдесят. У нас тест-игра. Вперед! А у нас тест-игра, наше скоростное централизованное тестирование. Тема, ну какая же тема еще может быть в самом начале учебного года. Осень. Осень. И еще раз осень. Настя, кто у вас осенний такой человек? Это Лена. Леночка, да? Хорошо. Родион, кто сейчас у вас прямо осыпаются с него листочки? Это Ваня. Хорошо. Итак, Лена против Вани, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ До него Новый год начинался. А в сентябре, Б в октябре и Ц в ноябре. Иван? В сентябре. Правильный ответ, плюс десять. Когда у нас осень, весна наступает? А в Австралии, Б в Индии и Ц в Сахаре. В Австралии. В Австралии плюс десять очков. АПЛОДИСМЕНТЫ То, что мы осенью называем бабьим летом. Ну, тепло, хорошо, тихо, нет дождей, летит паутинка. Вот мы так называем бабьим летом. А американцы называют это А. Негритянское лето, Б. Индейское лето и Ц. Мексиканское лето. Прошу. Индейское. Индейское лето, плюс десять. И заканчиваем. Освобождение Беларуси от гитлеровцев началось осенью А. 1942 года, Б. Осенью 43-го и Ц. Осенью 44-го. Иван. 43-го. Иван совершил невозможное, он войдет в анналы нашей игры. Он поднял 50 очков на тест-игре. Браво, Иван! АПЛОДИСМЕНТЫ Слайд-игра настает. Просто дерутся игроки, дерутся в командах за право поотгадывать буковки на картинках. Самая простая, самая веселая и самая дорогая из наших игр. 15 очков стоит правильный ответ. Настя, кого вы отправляете на слайд-игру? Пойду раскатывать картинки я. Хорошо. Родион. А серый волк опять я. Капитанская игра снова вперед. Итак, капитан Скоро, ничего жать не нужно. Сейчас у нас будут появляться картинки. Выигрывающая команда начинает, ну и переход хода после каждой картинки. Итак, я своей волшебной указкой касаюсь экрана. Прошу вас, первая картинка. Англия. Англия не согласен. Англичанин. Англичанин, это правильный ответ. На подборе 10 очков, Настя, прошу вас. Это лес такой, как он называется? Тип леса. Это бор. Это бор, обязан был подсказать, потому что здесь не только лес, а еще и берег реки. Это бор, плюс 15. Родион, догоняйте. Это вор. Это вор, карманный вор. Опасайтесь этих воров. Анастасия, прошу вас. Это гимназист. Гимназист, конечно же. Вот это единая форма. Прошу вас, Родион. Диск. Диск. Вот так выглядели диски. Патефонный диск. Накручивали ручку. Он так шипел и начинал играть. Из-за острова на свежень. А Настя, прошу вас. Это ежевика. Прекрасно. Да, это ежевика. Прекрасно. Играем дальше, Родион. Жетон. Да, это полицейский жетон. Браво, Родион. Анастасия, играем с вами. Анастасия, играем с вами. Анастасия. Это закат. Ну, в принципе, примались оба варианта. То есть, я не знаю, солнце садится или встает. То есть, это либо заря, либо закат. Браво, Настя. Отлично. Родион. Это Иго-го. Иго-го. Поехали. Настя. Возможно, это Иона. Иона. А вот как мужика назвать, который возит? Извозчик. Извозчик, конечно же. И, Настя, забейте последний гвоздик. Ну, это погоны. Воинское звание. Тишина, тишина, тишина. Ну? Капитан. Капитан. Вот если бы вы были офицером, то вы сейчас бы носили именно такие погоны, потому что вы капитан команды. Капитан – это правильный ответ. Играем. Итак, после картинок капитан Настя. Какие упалевала своего серого волка. И 165-135 перед нашей риск-игрой. Тигры впереди. Рыси догоняют. Риск-игра. Поехали. Риск-игра. 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 Вот как поддерживает студия Валенщика. Великолепно студия поддерживает игроков. Настя, рыси. Кто у вас такая самая хищная рыся, которая сейчас выйдет и всех порвет? А самая хищная рыся у нас Михаил. Миша, мы надеемся на вас. Он рысь мужского пола. Родион. А нам надеяться на Даника. Итак, Михаил против Даниила. Вперед. Итак. Михаил, Даниил и Риск-игра. Поехали. Начнем с Азов. Вот буквально возьмем и начнем с Азов. Так называется город в Ростовской области России, недалеко от впадения Дона, в Таганрогский залив. Даниил? Азов. Азов. Это правильный ответ. Плюс 20. Я хочу напомнить вам, что Риск-игра это единственная игра, в которой у нас есть минусы. Если бы он сейчас летел неправильно, минус 20 слетело бы со счета команды. Играем. Спорт. Этой настольной интеллектуальной игре покровительствовала муза, десятая муза, Каисса. А чемпионами в разное время в ней были Капабланка, Алехин, Карпов и так далее. Михаил. Шахматы. Великолепно. Луна. Ой, Луна. Первыми людьми, ступившими на Луну, были граждане этой страны. США. Соединенные Штаты Америки, да. Хотя сейчас есть такая теория, что не были они там на Луне, но это отдельная передача, отдельная песня, отдельная история. Продолжаем. Лес. Леса в бассейне этой южноамериканской реки называют легкими планеты. Данил. Амазонка. Амазонка. Правильный ответ. И заканчиваем. Все цвета радуги. Этот цвет был символом красоты. Древней Руси. Красный. Красный. Это правильный ответ. И я даже не буду говорить счет, я даже не буду говорить счет, потому что, ну, понятно, начинали со счета 165-135. И Данил дал 4 ответа из 5, и ясно, что там уже зашкаливает у него за 200. И под аплодисменты зала игроки возвращаются на своем этапе. Ну, вы помните, что я уже несколько игр подряд ищу звезд на нашу финальную и предфинальные игры. На мой взгляд, вот Миша блеснул, но Миша уже и так приглашен на предфинальные игры. А вот, а здесь вполне, вполне, вполне украсит собой любую команду человек, который, даже два человека. Один, который берет 50 на тест-игре, а второй, который 4 из 5, не дрогнувший рукой на рискере. Мы сегодня нашли двух звезд, Иван и Данил. Я приглашаю вас на наши предфинальные игры. Ну, и от клуба «Белая рысь», коего я, слава тебе, господи, много лет являюсь руководителем, я желаю всем ученикам, которые сели за парты, начали учебный год, от такого же веселого настроения, как у наших игроков, таких же правильных ответов, ну, и таких же замечательных результатов. Ну, и самое главное, помните, смотрим пятерку, получаем десятки, играем! КОНЕЦ